Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Просят озвучивать наши материалы. Но я показываю, что именно мы делаем. Вот у нас есть во свете Библии православный библейский сайт. И самое ценное во всем, что у меня есть, это 4124 ответа на вопросы по темам. Меня спрашивали, ну как находить вопросы-то? Потому что как вопросы мне поступали в университетах, там давал-то где-то в милиции. В таком порядке и шли. Первые 4 тома, кажется, открытым оком, они были разбиты в оглавлении, искать можно было. А тут подряд. Воспитание детей и сразу еврейский вопрос. Только ответили, сразу будущее судьбы мира. Я говорю, я когда умру, кто-то заново все, 33 тома промолотит и выберет, по папкам разберет. Но оказалось, что я не умер, а вопросы идут. И мне пришлось заново все 33 тома по 752 страницам промолотить. Выбрать вопросы и разбить по этим папкам. И сейчас мы насчитываем каждое утро события дня. Но так как это у нас часовая программа, и то, что не хватает событий, я беру из этих вот... Ну сейчас дошел уже где? Священство и дальше будет на русский язык. То есть я уже подготавливаю. А отдельные ролики мы насчитывали по полчаса. И вот какие у нас здесь будущее мира и грядущий суд. Вот сейчас эту папку я взял. Я ее обрабатываю, подготавливаю вопросы. Потом вера, взаимоотношения. Эти ролики по полчастоте только в дополнение к событиям дня. И с двух сторон где-то мы соткнемся. Материал громаднейший просто, огромный. И поэтому я отвечаю как есть. Так, поехали. Вопрос 3810, 26-й том, открытым оком. В чем выражалось предчувствие бед грядущих на Россию? И как власти относились к этим предсказаниям? Ответ. Что и кто говорил в народе, какие были явления и кому умолчано? А вот по этому помалу высказывались. Властям никогда такое не нравилось. И за это не хвалили. Иеремия 28.9 Видите, какой ответ даю? Я ответил. Это я стою на капитре в университете. А теперь подтверждаю свои слова. То есть перенаправляю уже к Богу. Священное писание. Сегодня ни один священник, я даже не знаю этого, чтобы это так делали. Чтобы авторитет священного писания, как пишет Андрей Кураев и Игнатия. Вот. К этому я призываю всех священников, тех, которые выступают на телевидении. Выступают, пишут ролики. Дальше. Иеремия 28.9 Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признавал, признаваем был за пророка, который истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. 3 Царств 22.13 Дальше. Глядим, глядим все в ту же сторону. И все же тоскание одаримое к тебе влечет. Прими, прости. Не ты ли одна у нас родимая? Нам больше некуда идти. Так во грехе тобой зачатые должны с тобою погибать. Мы дети матерью проклятые и проклинающей мать. Мережковский. Ты уже Мережков сказал. Я к нему опять эпиграм даю слово Божие. Иеремия 5.9 Неужели я не накажу за это, говорит Господь, не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет черт непрежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен, не звернут и не защитит закон, когда чума смурадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет гладший бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек. В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя, твой плач, твой стон, ему тогда покажется смешон. И будет все ужасным, врачным в нем, как плащ его с возвышенным пчелом. Лермонтов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Да, 1830 год. И эпиграф сразу. Иеремия 28,8. Это я уже вставляю. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствия и мор. Луки 24,25. Тогда он сказал им, о несмысленное и медлительное сердце, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Сегодня у нас 13 апреля. 13 день, как умер Евгений Евтушенко. И вот это поэты, 20 тысяч файлов. Меня бы никогда не разбазарить без его помощи. 300 поэтов за 300 лет в России. Я ему благодарен. Если, Господи, можешь, то помоги ему. Среди лесов унылых и заброшенных пусть остается хлеб в полях нескошенном. Мы ждем гостей незваных и непрошенных. Мы ждем гостей. Лермонтов показал стихотворение. Именно касается революции будущего. Его никто даже не знает. А я его нашел благодаря Евгению Евтушенко. Пускай гниют колосья перезрелые. Они придут на нивы пожелтелые. И не сносить вам честные и смелые Своих голов. Они растопчут нивы золотистые. Они разроют кладбище тенистое. Потом развяжут их уста нечистые Кровавый хмель. Они ворвутся в избы почернелые. Зажгут пожар хмельные, озверелые. И не остановят их седины старцы белые. Ни детский плач. Среди лесов унылых и заброшенных Мы оставляем хлеб в полях не скошенным. Мы ждем гостей незваных и непрошенных своих детей. 1906 год. Осип Мадельштам. То есть он предвидел, какая будет революция. Еврей. Амос 6.10. И возьмет их родственник их или сожигатель, Чтобы вынести кости их из дома. И скажет находящему при доме, Есть ли еще у тебя кто? Тот ответит, нет никого. И скажет сей, молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Вот пришло время какое. Какое эпиграф взять, это я знаю. А стихотворение подсказал Ифтушенко. Сталин взял бокал вина. Может быть стаканчик коньяка. Поднял тост, и мысль его должна сохраниться на века. За терпение. Это был не просто тост. Сдравиться уже пришел конец. Выпрямишь во весь рост. Великанам воздавал молец. За терпение. Трус хвалил героев не за честь, А за то, что в них терпение есть. Вы терпели вы меня, сказал вождь народу, И благодарил. Это молча слушал пьяный зал, Ничего не говорил. Вот каковская была пора. Сразу терпцы выпили за страсть, Выпили и закусили в сласть. Борис Слуцкий. Эпиграф. Четвертый царств 21-16. Еще же пролил монассия И весьма много невинной крови, Та, что наполнил ей Иерусалим, От края до края, Сверх своего греха, Что он завлек Иуду в грех, Делать неугодно в очах Господних. Вы слышите, грохочут сапоги, И птицы ошалелые летят, И женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан, Солдат, прощайся с ней, Прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, А прошлое ясней, ясней, ясней. И где же наше мужество, Солдат, когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут, И как птенца за пасуху кладут. А где же наши женщины, дружок, Когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и вводят в дом, Но в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое, вранье, А мы с надеждой в будущее, свет, А на полях жиреет воронье, А по пятам война, грохочет след. И снова переулком сапоги, И птицы ошалелые летят, И женщины глядят из-под руки, В затылке наши круглые глядят. Булат Акуджава. Ты когда-то стихотворение это видел, Слышал? Нет. Вот он поет это все сам на гитаре. Амос 4.10. Пасал я на вас моровую язву, Подобную египетскую, Убивал мечом юношей ваших, Отводя коней в плен, Так что смурат от станов ваших Поднимался в ноздрь вашей. И при всем том, Вы не обратились ко мне, Говорит Господь. Когда владыка ассирийский Народы казнью казнил, И Ланферн весь край азийский Его десницы покорил. Высок смирение терпеливым И крепок верой в Бога сил, Перед сатрапом горделивым Израиль выи не склонил. Во все пределы иудеи Проникнул трепет, Иереи одели в речище молтарь, Народ завыл объятый страхом. Главу покрыв золой и прахом, И внял ему Всевышний царь. Притек сатрап к ущельям горным, И узрит их узкие врата. Замком замкнут и непокорным, Стеной, как поясом узорным, Припоясалась высота. И над тесниной торжествуя, Как муж на страже в тишине стоит, Беляясь в битилуя, В непостижимой вышине. Сатрап смутился изумленный, И гнев в нем душу помрачил, И свой совет разноплеменный, Он любопытный вопросил, Кто сей народ, И что их сила, И кто им вождь, И от чего, Сердца их дерзость воспалила, И их надежда на кого. И стал тогда сынов ОМОНа Военачальник Ахеор, И рек Иллафер со строна Склонил к нему и слух, и взор. 1835 год. Александр Сергеевич Пушкин. Даниил 3.28 Ты совершил истинные суды во всем, Что навел на нас и на святой град Отцов наших, Иерусалим. Потому что по истине и по суду Навел ты все это на нас, За грехи наши. Иудив 13.16 Жив Господь, сохранивший меня в пути, Которым я шла. Ибо лицо мое прелестил Олаферна на погибель его, Но он не сделал со мной Скверного и постыдного греха. Далее. Вопрос 1235. 4 том открыт в МОКО. Почему сыны царствия будут извержены во тьму внешнюю? Ответ. Матфея 8.12. А сыны царствия извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сынами царствия Иисус назвал иудеев, Которым он пришел. Даже представить невозможно, Какая произошла трагедия с народом, У которого был закон Божий. Храм, жертвы, учителя. Единственный народ во всей Поднебесной, Который ожидал истинную Мессию. Но этот народ поверил своим учителям-патриотам. Они буквально помешались на ненависти к инозепцам и на национальной свободе. Их так научили, Что Мессия это будет освободитель огнетых захватчиков, А не от грехов, Не от своего Я, Которое заполонило буквально все в душах людей. Иоанна 1 глава с 11 по 13 стих. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, Дал власть быть чадами Божьими, Которые не от крови, не от хотения плоти, Не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 5.43. Я пришел во имя Отца моего, И не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, Его примите. Оказалось, что иностранцы, Имеевшие самое смутное представление Об истинном богопочитании, Прибыв в Израиль, Ознакомились с законом Иеговы. И сердце их оказалось более подготовлено К принятию мессий, Чем у природных сынов Авраама, Сынов в царстве, Ибо им это было обещано. Вот об этом-то Христос и сказал, Что они и получат, будучи усыновлены, Как чадо Божие, А евреи примут иного, То есть антихриста, И будут выброшены во тьму внешнюю. Иоанна 1.12. А тем, которые приняли его, Верующим во имя его, Дал власть быть чадами Божьими. Вопрос 1236. Дерево в раю, От которого нельзя было есть, Было яблоней, Или каким-то другим деревом? И как оно называлось? Ответ. Бытие 2.9. И прозрастил Господь Бог из земли Всякое дерево, Приятное на вид и хорошее для пищи, И дерево жизни посреди рая, И дерево познания добра и зла. Бытие 2.17. А дерево познания добра и зла Не ешь от него, Ибо в день, в который ты вкусишь от него, Смертью умрешь. Это дерево не имело в себе Ни добра и ни зла, Но служило определителем послушания Адама. Считается, что если бы не было этого дерева, То Адам сам бы стал выпрашивать у Бога Что-то подобное. Почему Бог мог бы убедиться В его верности Богу? Адам узнал, что слушаться Бога, Верить Богу, Это добро, И в этом все. А не верить Богу, А верить дьяволу, И слушаться дьяволу, Есть зло. Иван Гретьяна 3.18. Верующий в него не судится, А не верующий уже осужден, Потому что не уверовал во имя Единеродного Сына Божия. Где находится сейчас этот рай, Никто не знает, Хотя считается, что он взят от земли. Вопрос 1569. 6-й том открытым оком. Согласно Библии, Уже все заранее разнаряжено, И уже ничего нельзя изменить. Но, по крайней мере, Можно ли видеть хотя бы, Как это приближается к концу? Кто на самом деле нами руководит? Ответ. Библия говорит, Что в конце мировой истории Над всем миром будет один правитель, Еврей из колена данного. Столицей мира будет Иерусалим. Царство его продолжит всего лишь 3,5 года. На самом деле он будет 7 лет царствовать. И только половину этого времени Он будет властвовать над всем миром. Ясно, что не в раз. И не вдруг все люди на земле Дадут свою волю ему. Столько миллиардов населения на земле И столько разных вер. Он должен все привести к единой системе. Все несогласно с этим будет изничтожено. Когда сегодня говоришь О протоколах сионских мудрецов В плане масонов о захвате мира, То многие чересчур уж Эпомпенсированные москвичи В это не верят. И говорят, Что это поддельный документ царской охранки. Что-то и охранки уже почти столетий нет. А намеченные в протоколах планы Реально исполняются. Я пишу, что-то и охранки уже почти столетия нет. А намеченные в протоколах планы Реально исполняются. Но есть еще сегодняшняя ситуация, В которой нужно было разобраться. И нам подсказывают знающие, Что существуют реальные люди, Наши современники, Кто приближает приход Антихриста. Есть институт управления миром. Есть теневое мировое правительство. Вот небольшие выдержки Из книги доктора Джона Коллимана Комитет 300 Тайны мирового правительства. Витязь Москва 2000 Предисловия переводчика Приводятся сотни имен заговорщиков И место их нахождения. Предполагаемое внимание считателей книга Беспристрастно, объективно и доказательно Освещает разрушительную деятельность Откровенно враждебную человечеству сил, Преследующих собственные цели. Одной из статических задач, Которые являются порабощению людей Во всемирном масштабе Посредством системы глобального управления И контроля. Известны многим под названием Новый мировой порядок. В книге на основе богатейшего Фактического материала Вскрывается организационно-социоумная Структура исполнительной Этого глобального замысла Механизмы управления обществом И способы воздействия На индивидуальное и коллективное Сознание людей Масштабы Манипуляции людьми Методы агрессивно-информационно-пропагандической Деятельности Размах которой не снился Даже ведомству Геббельса Перечислены наиболее явные преступления Совершенные таинственным И незваным мировым правительством Поражает масштабы диверсии Захвачены Жестко контролируются Все государства Финансово-экономические Образовательные И иные общественные институты Более того Тотальный контроль Осуществлен не только на общественном уровне Но и доведен до контроля На уровне индивидуального сознания Каждой личности Принцип изменения Взят этими силами За основу Их разрушительной деятельности Целенаправленно Спланированно Необратимо Меняется все А генотипа человека И окружающего среды До менталитета И сознания людей Традиционных Естественных И привычных Стереотипов поведения Против человечества Ведется наступление По широкому фронту При этом Авторам Очень точно Подмечена Основополагающая Закономерность Позволяющая Оставаться скрытым И безнаказанным Постепенность И незаметность Производимых Врагом Человечества Изменений Негативные Для человечества Результаты Становятся Заметны Через годы И десятилетия Непрерывной Деструктивной Работой Так я просто Дальше опять же Так вам покажу Просто Считать Трудновато Вот смотрите Где Затормозите И просчитайте Очень интересный Материал За который Человеку приходится Платить жизнью Он перечисляет Все эти общества Где он сам был знаком На английском языке Вот все здесь Прочитайте Здесь Какие контролирующие органы Слуги мирового порядка Какой большой Огромный материал Достать его Это очень даже Непросто Сейчас я не знаю В интернете Есть это или нет А тогда это я по книгам По книге Эти книги надо было доставать По знакомым Где-то Куда-то ехать Иногда так Книгу Привозили И сидели Ждали Пока я ее насчитаю Жили у меня Иногда я ездил Куда-то Куда-то И там на пишущей машинке Перепечатывал Ужас Какая работа была проделана Не давали Из рук не дает Священник не дает Но факт то Что я нашел Где она А там в другой области Я ни на что не смотрел Зарабатывал дни Подменялся И уезжал Уезжал Перепечатывал Там и возвращался Назад и насчитывал Вот кому скажешь Даже не верят Ну неужели это возможно Ну вот такое дело Теперь следующий Беру вопрос Из этой же темы Будущая Судьба мира И опять насчитываем Вопрос 4086 30 том Открытым оком О приходе Антихриста Учат ли священники Ныне Или умолчат Этот вопрос Уперлись в ННН Как будто Нет иных признаков Пришествия Антихриста Вопросы такие серьезные все Ответ это я даю За кафедрой Ответ Учат да мало кто верит им Учение Христово Принимается легко теми В ком произошло Рождение свыше А плотским умом Не дойти до соблюдения Даже самых истинных слов Кавычки открыты Когда то еврейский народ Был богоизбранным Но свою избранность Евреи поняли Не как ответственность Перед Богом И обязанность Нести язычника Свет истины веры А как мандат На мировое господство На управление Другими народами Отсюда стремление Евреев По царению Иудейского Машеаха Антихриста Над всем миром Нам же православные В нынешние Предантихристовые времена Следует быть Особенно внимательными И бдительными А для этого Необходимо понимать Сущность Человека Ненавидческого Талмунизма Знать основу Его сатанинского Учения Чтобы иметь Возможность И самим Избежать погибели И других Предупредить О грядущей напасти Ну а теперь Дальше Считайте Я буду показывать И просто считайте Это большой материал Точно так же Я буду Затормаживать И считайте Я не знаю Где найдут Они этот материал Вот этот Противник Христа Будет последним В истории Человечества Лидером Богоборчества Он будет Глобальным Диктатором Который возглавит Перед концом мира Единое Всемирное Государство А затем Будет убит Иисусом Христом При его Славном Втором Пришествии Ну а теперь Государственная Религия И дальше Что Для Талмудической Теории Нет нужды Ни в бессмертии Души Ни в загробной Жизни На небесах Еврейский народ Отверг Царство Небесное И все силы Своего ума Направил На осуществление Царство Мира сего Вот это Считайте Я торможу Где От Выделенного До выделенного Это материалы Глубочайшие Что говорил Федор Михайлов Достоевский Вот сейчас Идет Из каноны Библия Еврейский вопрос Достоевский Они его ненавидят За это Какие у них Оттуда Прямо Из Шульхана Руха Все это Выбрано Это документы Это огромная Огромная Работа Проделана Кое-что Добывали За деньги А вот Господь им Говорит Туховная Сущность Талмудического Иудаизма Как раз Говорится Иоанн 8 Глава 39 44 Стихи Что они Себя Представляют Конечно Речь идет Не о нации А именно Среди них Какие бывают Это я выделял Черные места Черным Чтобы больше Обратить внимание Видите Я его несколько раз Уже просматриваю Надо было выписать Кое-что Вот это Перепечатать Мне приходилось На машинке Печатал я Ужас Один Сколько Так что Пробел Где вот эта клавиша Пробел У меня дырка в ней Я больше нигде не видел Это дырка Большая дырка Пробил Стер Вот с Лениным Какие произведения Что Иоанн Златоус Об этом говорит Что говорит Слово Божие Что-то масоны Масоны Вот это вот Считай Ты увидишь Что такое Масоны Если вот это Затормозите Ну дальше Можно считать Просчитал Опять дёрнешься Вперёд Время нет Это Ну огромный материал Но очень охота Чтобы люди знали Его Я ещё тут Не пропагандирую А Нельзя жить Ничего не знать И кто это пишет Священник Андрей Горбунов Вот теперь Откуда книги Какие он брал Откуда эти данные Пожалуйста Видите как сделано Ну а дальше Как всегда Я ставлю стихотворение Просчитаем От благовестия Немного разживёшься Но с голоду Как видно Не умрёшь С пустой сумой Пойти отнюдь Не бойся Не взяв По бедности И завалящий Грош Господь Христос Уверил всех И вся У проповедующих Будут дом И братья Оденется Не худшее Босяк На благовестие Хотя бы Всё истратив Во умолотяше Тоже хочет есть Не заграждать Терты Умолотящих Считайте Таких Принять за честь К себе За стол На перебой Их тащат Имея опыт Сорок с лишним лет Свидетельствую Всюду О Христе Иисусе О трапезе Ни разу Не пришлось болеть Уверовавших Каждый В дом К себе допустит Душа Ключом Ключом Библейским Необычная В действительности Обстоит Дело Это вопрос Ответ Нужно всегда ответ Искать в Библии И познавать истину На земле В данном случае Кроме Библии Необходимо Точнее разобраться Для чего же Нужен ИНН Данная публикация Разошлась по всей России И дает надежду Что еще какое-то время Можно устоять Всем против ИНН Но чуть позднее Льготы на неприятие ИНН отпадут И начнется выявление сильных Кавычки открыты Суд против Антихриста На судебном заседании Было установлено Что в ИНН Содержится число Дьявол 666 Федеральный суд Впервые официально признал Что штрих-код Каждого индивидуационного номера Налогового платилищика Содержит три шестерки Знак, который по Библии И является печатью Антихриста Процесс, состоящийся В городе Приозерске Ленинградской области Стал сенсацией Верующие назвали его Судом против дьявола Они молились Чтобы Господь помог Восторжествовать правде И 13 христиан Подавших иски Против Министерства По налоговым сборам Выиграли суд Судья Виктор Шилудяков Вынес решение В котором признал Право православных граждан Стоять на налоговой учете Без инвестиционного номера Налогового платильщика По религиозным мотивам В ходе процесса Приозерске Выяснились скандальные факты Оказалось, что Должностные лица Министерства По налогам И сборам уже 4 года Обманывают иерархов Русской православной церкви Утверждая, что НН нет трех шестерок Что НН не подменяет Имя человека Назначенная судом Научная экспертиза Доказала Что НН полностью Соответствует Описанию данным Иоанном Богословом В апокалипсисе И он сделает то Что всем Малым и великим Богатым и нищим Свободным рабам Положено будет Начертание На правую руку их Или на чело их И что никому Нельзя будет Ни покупать Ни продавать Кроме того Кто имеет это начертание Или имя зверя Или число имени его Здесь мудрость Кто имеет ум Тот сочти число зверя Ибо это число Человеческое Число Шестьсот Шестьдесят Шесть Слава Богу Откровение Тринадцатая глава Шестнадцать по восемнадцать Судья Председатель городского суда Пятьдесятилетний Виктор Шелудяков Выглядел крайне усталым В прошлом Полярный летчик Он сравнивает этот процесс С долгим полетом в тумане К истине суду Пришлось пробиваться Целый год Суд надо идти яхристом И сам Простым жителям Приозерска Людям без чинов Денег и связей Противостояла Целая система Мощное ведомство Формирующее Бюджет государства Министерство По налогам и сборам Структура Которая стремится Контролировать Все и вся Но в Приозерске Налоговая коса Нашла на камень Впервые в России По сути Подписан смертный Приговор ИНН Судя Шелудяков Обязал налоговиков Признать Выданные ответчиком Идентификационные номера Недействительными Я судил По закону И по совести Прокомментировал На решение Суда Виктор Васильевич Исходя из Приоритета Конституционных Прав граждан А не подзаконных Актов Судя подошел К делу Профессионально Он послал Запрос Министерства По налогам И сборам И затребовал Документацию По ННН Представьте Что почувствовали Столичные Налоговые чиновники Профессиональный Судья Из-за какого-то Заштатного Приозерска Посмел Сунуть Но самое Сокровенное Детище Их ведомства И не просто Справку Об ННН На основании Который Принимал Свои решения О благонадежном Отношении Русской Православной Церкви К этому Налоговому Новшеству Священный Синод Судья Шаладяков Потребовал Технологическую Документацию По ННН Всю Он воспользовался Своим законным правом Ведь все Судьи Независимо от места Где они работают В Москве Петербурге Приозерске Или любой другой Точке России Имеют федеральный Статус И равные права В том числе Право запрашивать Нужные документы По исследованию Делу В любых Ведомствах Папка Из министерства По налогам Сбором пришла В Переозерск Только прошлой осенью С номерным грифом На фирменной обложке 400 листов На которых Детально описана Технология Применения ННН Судья Шаладяков Назначил Экспертизу Поставив 11 вопросов И получил ответы Которые стали Сенсацией Эксперт В качестве Эксперта Был приглашен Заведующий Лабораторией Центра Энергоинфекционных Технологий При Государственном Институте Точной Механики И Оптики Алексей Платов Кандидат Технических Наук Признанный Специалист В этой области Он изучил Документацию По ННН И схватился За голову Представители Министерства По налогам Сбором Целенаправленно Дезинформировали Святейшего Патриарха О том Что в ННН Нет числа 666 То есть Обманули Патриарха Всех обманули А судья Добился В используемой Налоговиками В системе Кодировки Какой-то Инновационный Номер Записанный В виде Штрих-кода Содержит Ключевую Последователь Из трех шестерок Без этих Трех шестерочных Втрехов Которые Разделяют Группы Знаков В виде Черных Линей И пробелов Информация Попросту Не считается А откуда Взялась В России Эта система Разработали Стандарт Иран В Америке В середине 90-х Приняли Его И в России Были Другие Варианты Бесшестерочной Но наши Чиновники Выбрали Именно Этот Документ Во избежание Обвинения В предвзятости Приводим Его Полностью Кавычки Открыты Краткие Результаты Экспертизы По иску О признании Права Состоять На учете В налоговом Органе Без Использования ИНН Вопрос Первый Возможен Ли учет Налогоплательщика Без Использования ИНН Ответ Учет Налогоплательщика Без Использования ИНН Возможен Вот отвечают Возможен Возможен Вот тоже Второй Предусмотренный В системе Стандартный Бланк Свидетельство О постановке На учет Не содержащий ИНН Ответ Не содержащего ИНН Стандартного Блака Свидетельство О постановке На учет В налоговом Органе Равно И свидетельство Об учете В налоговом Органе Не предусмотрено Третий Вопрос Возможно Ли удаление Присвоенного Ранее ИНН Стандартными Методами Ответ Удаление Стандартными Методами Ранее ННН невозможно. Вопрос 4. ННН присваивается только налогоплательщикам или всем гражданам России? Ответ. ННН присваиваемо всем гражданам России, а не только налогоплательщикам. Вопрос 5. Заменяет ли частично или полностью ННН в системе налогового учета персональные данные человека, включая фамилии, имя, отчество? Ответ. ННН может заменить все персональные данные человека. Ответ можно сформулировать по-другому. ННН для системы является именем человека. Вопрос шестой. Для чего предназначен ННН в системе учета? Ответ. Назначение ННН безошибочное определение системой конкретного налогоплательщика. Вопрос седьмой. Проведите анализ бланков деклараций о доходах за 1997 год и за 2001 год на предмет автоматического ввода информации и автоматической инвестициации. Ответы. Первое. На бланках декларации за 1997 год в нижнем правом углу расположен стрекот по системе. Какое-то. Второе. Бланки декларации за 1997 год и за 2001 год предназначены для автоматического ввода данных. Третье. Для действительно надежного автоматического ввода данных идентификационные номера должны быть выполнены в виде штрих-кода. Вопрос восьмой. Соответствует ли ННН требованиям стандартной автоматической инвестициации ИАН? Идентификации ИАН. Считай громше эти слова. Ответ. ННН полностью соответствует требованиям стандартной автоматической идентификации ИАН. Вопрос девятый. Тождественны ли ННН и идентификационному номеру в стандарте ИАН? Ответ. Невозможно принять тождественность... Отрицать. Ой. Невозможно отрицать тождественность ННН и идентификационного номера в стандарте ИАН. Ты уже другие слова вставляешь, а состарствами не годится. Вопрос десятый. Содержит ли штриховой код ИАН в сочетании 666? Ответ. Идентификационный номер, записанный по системе ИАН в виде штрих-кода, содержит ключевую последовательность из трех шестеров. Вопрос одиннадцатый. Какие способы записи идентификационного номера предусматривает система ИАН? Ответ. По стандартам ИАН, идентификационный номер, помимо штрихового, текстового, электронного способа записи, предполагает радиочастотный вариант, отличающий тем, что номер можно нанести на руку и лоб человеку. Вот ответили. Общий вывод по результатам экспертизы. ННН в системе учета является именем человека, данной ему системой. Представляет собой число, которое может быть нанесено на лоб и правую руку человека. Имеет штриховую форму начертания, при считывании которой используется ключевая последовательность 666. Эксперт, кандидат технических наук, заведующий лабораторией ЦЭТИН ГИТМО Платов АП. Суд, исследовав все документы дела и ознакомившись с результатами экспертизы, заслушав мнение сторон, федеральный судья Виктор Шелудяков принял решение признать право обратившись с риском граждан состоять на учете в органах налоговой инспекции без ННН. Более того, именем Российской Федерации суд обязал налоговую инспекцию признать недействительность ННН тех исцов, которые ранее получили индивидуальный индивидуальный номер налогового плательщика и обезличить выданную им ННН. Истцы. Вначале их было 16. Трое впоследствии забрали свои иски. Почему, понятные, зарассказывали Милой Маркеловой, одной из 13 истцов, 12 женщин и одного мужчины, прошедших суд до конца. ННН заставили получить на работе. Сказали, что без него уволят. Потом поняла, что кроется за этим номером. Это отречение от своего имени, от ангела-хранителя, от Христа. Не хочу идти за Иудой. Людмиле Николаевне 47 лет. Работает продавцом, имеет двух дочерей и сына. Как и другие 12 истцов, она прихожанка церкви всех святых при Озерском подворье Валаамского монастыря. Когда выиграли суд, то плакали от радости, рассказывала Людмила. Правда на нашей стороне. Отец Виктор, священник церкви всех святых, радуется выигранному в суде делу вместе со своими прихожанами. Мы все молились, чтобы Господь вразумил судей. Принесли в храм копию Оренбургской иконы Спасителя. Вот как обложились как. Той, что кровоточит. Она за последний год вся залилась кровью. Неспроста все это. Конечно, мы рады, что победили в суде. Это важно не только для нас, для всех людей. Верю, что вся Россия пойдет за нами, говорит Людмила. Молитву Господу мы начинаем со слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крестимся мы во имя Господне. А в Виннен вместо данного прикрещения имени каждому из нас присваивает код, в котором есть число зверя, 666. Мы хотим, чтобы Россия шла за Господом, а не за Антихристом. Умгорий Тельнов. Жизнь. Санкт-Петербург. Маркелл-экспресс. Номер 14-284. 3 апреля 2002 года. Страница 22. Барнаул. И вот последняя ласточка. Лапкину Игнатью Тихоновичу, проживающим по адресу Барнаул 62-16, Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. То есть я там писал раньше. Инспекция по центральному району города Барнаула, Тайского края. Оландская, 21. Уважаемый Лапкин Игнать Тихонович, инспекция МНС РФ поясняет, что присвоение инвестиционного номера налогоплательщика является действием, которое регулируется законодательством о налогах и сборах, а не нормами гражданского семейного законодательства. Инвестиционный номер, применяющийся исключительно в целях проведения налогового учета, не может адвокативляться с именем человека. Не может. Тут доказали, Ваня. Она говорит, не может. Видишь как? То есть она или не знает это, или умышленно солгала. Документы о присвоении ННН не содержат штрих-кода вообще. Там 666 доказано. Она говорит, нет, не содержит. Не содержит. Понимаете как? Она мне документ ответила. Вот какое дело-то. Я потом объясню, зачем я запрос сделал. Инвестиционный номер, это не голые числа, а фамилия гражданина или название предприятия. Но в электронном виде... Но в электронном виде, точка. Но в электронном виде. Компьютерная техника в сотни раз убыстряет обработку необходимой информации. Это я верю. При постановке на налоговый учет гражданам выдаются свидетельства на бланке строгой отчетности поединой для всей России форме, которая содержит инвестиционный номер, необходимый для обозначения сведений, используемых при налоговом контроле. Инспекция МНС Российской Федерации по центральному району города Барнаула проводит эту работу в соответствии с законодательством Российской Федерации. И это продиктовано необходимостью усовершенствования процедуры сбора налогов. О наполняемости казны государства напрямую зависит от благосостояния его граждан. То есть это ради меня они все делают? Зам. руководителя инспекции МНС Российской Федерации по центральному району города Барнаула Трухина И.Т. Исполнитель? Рапушева. Телефон? 23-83-58. Это письмо пришло в конверте с изображением архиепископа Луки, воина Исенецкого, на груди которого был наклеен штрих-код с цифрами. То есть вот что я теперь поясняю, что это означает. Я не случайно это запрос сделал-то. Это очень интересная история. У меня были занятия в пяти университетах. Дольше всего занятия проводил, ну, четыре часа каждую неделю, академические часа. Алтайский государственный технический университет, это 21 тысяча студентов. Из 18 стран тут учатся студенты. И у меня очень хорошие отношения были с ректором Евстигнеем Владимиром Васильевичем. И очень-очень хорошее отношение с проректором по учебной части, профессором-академиком Семкиным Борисом Васильевичем. Я это не случайно говорю. Дело в том, что, ну, как сказать, хорошее. Ну, представьте, вот, студенты или полный зал профессоров. Я в это время захожу. Секретарь у меня близко знакомая, очень хорошая, Мария Васильевна. Я меня пропустила. А пропустила почему? Дверь приоткрылась, а лицом сюда сидит ректор. Он меня увидел и... Так, минутку. Говори. Алло. Ну, говори. Ну, ну. Ну, затыкайте, еще наберется. Мешками там, там мешки драны с соломой, там с глиной мешайте, с навозом. Да где оно, не там, где было бетонный спуск, а в другом месте? Ну, а тут уж ничего. Это прогрызли эти, бобры. Ну, вот тут еще и узнать никак нельзя было. Бульдозер не мог продавить там. Ну, все. Благодарю. Неприятность одна там прорвала пруд. И бобры видно нору сделали. Дальше бетонного спуска. И вот я сижу, прижался около профессорской где-то. А у него огромное там помещение, где профессора сидят. Ну, представьте, на 21 тысячу студентов сколько там сосал. И он в это время меня увидел и рукой машет. Ну, я дверь открыл, захожу. Вот представьте себе, профессорский состав. И я захожу в валенках. Ну, какой я есть-то. И он выходит. Выходит из-за стола, выходит сюда, все голову. Ну, никто меня не знает-то. Он подойдет, обнимет, поцелует и поклонится. И говорит, я перед этим человеком преклоняюсь. И начнет кратко биографию мою говорить. Притом, абсолютно где бы он ни был, перед студентами он одинаково встанет, поцелует, обнимет и скажет, я преклоняюсь. Понятно, что отношение очень хорошее. А Борис Васильевич, проректор, мне говорила там Савалей Тамара, она главный редактор их газеты, Алтайский политех, газета называется. Это, говорит, самый умный из всех профессоров. Ну, действительно так. И он был у нас здесь, вот, где я сейчас сижу, встреча была, приходили. Приходил на занятия, подарки приносил. То мы платили за аренду помещения, потом не стали платить, а потом они стали нам подарки давать. То есть благотворно влияем на нравственно всех людей. Я к чему подговариваюсь. И вот однажды, что-то мы сидели в кабинете у ректора, а он там, сколько докторов через него стало наук, какие у него звания, академик. Ну, зарядите и посмотрите, Евстигнеев Владимир Васильевич, в интернете, вы найдете, в Википедии. И он говорит, ну, как занятия идут? Я говорю, да идут, хорошо. А сколько лет ведете занятия? Ну, я сказал, там, 17 лет. Ну, платят, нормально? Я говорю, как платят? Ну, вы же преподаете? Ну, да. И вам что, не платят? Я говорю, да вы что? Он так всегда так, да вы что? А до этого было так. Он меня пригласил специально и говорит, тут бизнесмены собрались и просят их уровень поднять. А то везде смеются, там, Вован, там, разные эти, ну, русские люди, новые русские. И нужно провести с ними занятия. Я говорю, какие? Ну, общий уровень образования поднять их. По, это, ну, у меня мировое искусство, я говорю, ну, это как раз и нужно. Ну, я дальше, мировая литература, нужно, о, конечно, нужно. Ну, я начал с ними вести занятия. Ну, правда, у меня пленки были, видеокассеты. Ну, я не знаю, у меня званий никаких нету, нету никаких. Ни в религиозном, там, семинаре, академии, ни этих. Ну, дальше события развиваются так. Это я говорю на публику. Это все можно проверить. Ну, я верующий, зачем мне лгать-то дело? Ну, я провел несколько занятий. По два часа. Ну, всего несколько занятий. Ну, провел и все. Проходит время, меня ректор снова вызывает. Так, вы деньги получили? Я говорю, какие деньги? Ну, эти-то бизнесмены-то, они же вам начислили. Я говорю, а за что? Ну, занятия вели, ну, что вы такой? Ты прямо и сам смеется. Я говорю, а где получать? Ну, там, где-то другое здание, каста. Я пошел, там такая сумма. Я говорю, это не мне, наверное. Нет, вам. Я посчитал, да ужас какой. Да какие же деньги-то? Я тогда вернулся и спрашиваю, а как начислили? Ну, как? Профессор. Ну, какой же я профессор-то, Владимир Васильевич? О, нет, это они решили. Бизнесмены. А их много было там по строительству. Ну, каких только не было. Бизнесмен. Ну, зал. Иногда вахтовом зале даже вел занятия. И они это, деньги, они с них, говорит, это взяли. И они, говорят, для них это ничего не значит. Ну, правда, я получил, но я ни копейки не взял. Я пустил это на издание книг и бесплатно по библиотекам раздал. Дело в том, что он это знал. И когда спросил, 17 лет, и вы бесплатно, он так ахнул, тут же там, я не знаю, написал или что, подсчитали часы. Ну, представьте, 17 лет, по 4 часа в неделю, там цифра была космическая. Идите, получайте. Я говорю, да как это, идите, получайте, я сказал. Я пошел. Я там сидит, которая выдает, там бухгалтер, она сначала бухгалтеру заверит там бумаги. Она говорит, инойной, какой? Я говорю, а я не получаю. А почему? Ну, я не хочу просто получать. Ну, без этого нельзя. Совсем нельзя, нет. А то я знаю, что я процесс этот выиграю даже 100%. Но представьте себе, я не пошел. Не пошел, это был для них пример. Он до того удивлялся, у них какая-то там годовщина была, или ордена. Вот такая большая медаль, вот я показываю на руке, видать. И он мне эту медаль подарил. Искали, на днях не нашел, то ли ребятишкам отдал где-то. Вот как, ИНН. Я бесплатно преподаю, и вдруг я за это деньги получать буду. И я не пошел. И мне приятно вспомнить. Я знаю, ИНН, это не печать. Нет, нет, нет. Это даже, я бы никогда судиться не стал. Но я мог бы ради денег-то. Но я же заранее знал, что делаю бесплатно. Вот такая история. Почему мне тогда вот эти так и ответили. Так, Богу нашему слава. Тебя. 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 Продолжение следует...